Она завинчивает, видите, берет правой рукой, а откручивает все-таки она в левую сторону. Молодец. То есть у тебя есть какие-то параметры. Так, теперь встань лицом к стулу, вот так, возьмись руками вот за стул и коленом одним становись на стульчик, коленом. Так, перед двумя ногами. Так, переслезай. Все-таки она правая, садись. Кандидат биологических наук из Новосибирского академгородка Людмила Осипова совместно с коллегами и медицинскими работниками села Гыда проводит тестирование тундровых школьников. Проверка детей на леворукость и праворукость – это лишь один из основных тестов. Смотрится четыре блока. Действие рукой, действие ногой, глазами, слух тоже проверяется. То, что мы сейчас посмотрели, получается, что дети чаще всего обладают смешанным типом. То есть у них одинаково хорошо. Ну, что-то лучше, конечно, делают правой рукой, но, тем не менее, левая рука у них тоже активно задействована. Хорошая развитость левого и правого полушарий головного мозга, по мнению ученых, говорит о высокой адаптивности детей к меняющимся окружающим условиям. Смешанный тип – это люди очень адаптивные. То есть у них и абстрактное мышление, и у них творческие тоже есть творческие способности. Поэтому, когда говорят, вот дети не способны, ЕГЭ не сдают, на самом деле дети способны. Просто у нас, понимаете, в нашей стране программы-то как бы стандартные, они не совсем, не всегда учитывают этнические особенности, региональные особенности. Важное внимание ученые уделяют также исследованию крови тундровых детей. Ее оценивают по нескольким параметрам, в том числе на наличие в организме гельминтов и заболеваний. И вот что удивительно, у абсолютного большинства исследуемых – третья группа крови. А это, отмечает Людмила Осипова, самая распространенная группа среди самых выносливых людей планеты – космонавтов. Третья группа крови, в принципе, она на третьем месте. Самая распространенная первая и вторая, мы в Унганасан работали. Но здесь необыкновенно высокая частота третьей группы. Вот третья группа, она появилась позднее, чем первая и вторая. Ее было мало. И вдруг она здесь с такой высокой частотой, мы удивились. По данным ученых, полученным в предыдущие годы, у немцев быстро зарастают раны. Есть прекрасная реакция на антибиотики, такие как пенициллин, сравнительно низкая подверженность онкологическим заболеваниям. Но есть серьезная проблема, связанная с употреблением алкоголя. Скажите, вот существует такая теория, что ненцы очень сильно подвержены влиянию алкоголя и очень легко спиваются. Действительно ли это так? Вот вы знаете, столько много у немцев полезных, прекрасных качеств. Все врачи, все хирурги, и мы тоже это замечали. У них великолепно заживают раны, у них великолепная реакция вообще на лекарства типа пенициллинов. То есть у них очень мало гнойных заболеваний. То есть устойчивость такая к бактериальным каким-то инфекциям. Но единственная проблема, ну единственная, я бы сказала, это алкоголь. У них действительно на самом деле нет устойчивости к алкоголю именно потому, что у них раньше было очень мало углеводов в пище. Проблема страшная не только для наших этносов, для коренных. Это и на Аляске, это и в Канаде проблема, это и в Америке проблема, везде. Именно потому, что очень долго вот эти вот северные народности, они не знали углеводов. У них просто другой обмен веществ. Они едят много мяса, много жира. То есть у них белково-липидный тип питания, это полярный метаболический тип. Так и надо питаться. Вот как они питаются, им ни в коем случае структуру менять нельзя. Потому что у них уже гены к этому приспособлены, понимаете? Подробные данные о проделанной в этом году работе позднее будут направлены в Салихард. Михаил Шершнев, Денис Михайлов, Студия Факт.